Сам нарисовал? Да! Температура достигает своего пика. Поехать в Икею съездить. Марокканская какая-то английская мята. Мята с апельсином. Ящик 8 евро. Все по одному евро. Килограмм 3.90 за 25 евро. И раньше как бабушку трясет. Мы приехали в Икею. Под ягоды, под салаты. Арома свечки. Красивая форма для запекания. Классный, большой. Уютная, красивая. По 50 центов. Шторы за 9 евро. Мы решили здесь и перекусить. У меня перловка из каржа. До 30 евро на рыночке куплю. Летние скидки. Я думаю, что на осень я ее возьму. Хлопчатая бумажная ткань. Я могу показать, что мы купили на рыночке. 2 евро 6 штучек. Не очень вкусные такие, сочные. Взяли травы, посадим их на наш огород. Заливаю сливочным чесночным соусом. Я взяла свежие овощи. Соус тоже классный получился. Здесь просто вообще такая духота, такая жара. Что выбираешь, Мирон? Соседи высшие, тоже никто ничего не знает. Он такая вкусно. Заяц обгрыз. Вот еще один огурчик вырос. А тебе чего надо? Золото сгопали. Ура! Ура! Золото. Сюрприз. Сюрприз. Спасибо. Ты сам нарисовал? Да. Как красиво. На завтрак у нас паста с томатами, луком и чесноком. Приправила ее черным перцем. Мы позавтракали, вышли на улицу. Сегодня температура достигает своего пика. 33 градуса. Прям будет жара-жара днем. Сейчас пока еще утром мы хотим съездить на рыночек. Купить овощи, фрукты. Потом мы хотим поставить машину и поехать в Икею съездить. Мне нужно купить шторы. И потом уже будем сидеть дома. Когда мы были дома, я тебе говорила, тебе нужны очки? И ты говорила, нет. Теперь тебе очки понадобились? Да. Солнце в глаза светит? Да. Мы припарковались возле акцента. Я хочу забежать в акцент и купить муку. А то у нас вообще не грамма. Кстати, в последнее время в акценте нет полбиной муки. Хотя раньше всегда была. Ты пристегнулся. Молодец, сынок. А как ты нажимаешь на руль? Мы пришли на рыночек. Выбираем мяту. Здесь столько разновидностей мяты. Я просто в шоке. Марокканская, какая-то английская мята. Мята с апельсином. Грифрут мята. Индийская мята. Клубничная мята. Короче, чего тут только нет. И мы взяли вот ананасовая мята. Нам понравилось. И марокканская мята. Все, мы поехали. Следующая наша остановка это рыночек. Он взял тележку. И мы идем на закупку. Тут арбузик, как всегда. Евро 29. Мирона уже мужик подарил банан. Да, давай возьмем арбузик. Авокадо здесь. Манго. Помидоры. Дыня. Гранат. Черешня. Паприка. И помидорки черри. Мы уже боимся что-то в ящиках брать. Потому что через неделю мы уезжаем. Не успеем съесть. Появился инжир. Ящик 8 евро. Здесь у нас грейпфруты, мандарины. Тоже гранат, апельсины, груши. Все по одному евро. Киви, лимоны. О, лимоны такие огромные. Мирон, а что это у тебя за собачка? Она так делает? Ты там взял, да? Вон там? Классно, сына. Бабушка тебе купила? Черешня килограмм 3.90. Хорошая, кстати. Все, мы закупились. Поедем домой. Велосипед опять здесь нашли за 25 евро. Все работает, все хорошо. Ну, старенький такой. Ну, 25 евро. Мирон тоже хочет велик попробовать. Тут просто за одну секунду все разобралось. Мирончик тут бабушку трясет. Бабушка самокат ему еще купила. Выгрузили наши покупки и поедем дальше. Мы приехали в Икею. Меня подождите. Нет. Я с вами. Стеклянные салатнички очень удобные. Летние под ягоды, под салаты. 3.99. Арома-свечки. Очень классный запах. 2.49. Классные бокальчики. Набор 4 штучки стоит 9.99. Красивая форма для запекания. Но она прям на большую семью. 32 см стоит 7.99. И за 12.99 такой ковш. Классный, большой. Новая формочка появилась. Тоже очень такая уютная, красивая. 23 см на 19. И стоит 6.99. За 9.99 есть квадратные такого же плана. И еще чуть поменьше. Полотенчики по 50 центов. Красивые пледы для декорации. Кровати. Вот так вот их можно ложить. И стоит 4.99. Хочу взять вот эти шторы. Они прям тоненькие, такие классные. У нас в зале такого плана висят. И стоят они 24.99. С кошкой. И еще выиграли. Вы играете? Хорошо. И ленина гуляет. Сапало. Сюда. Вот эти шторы я взяла. Но я хочу еще посмотреть. Эти, конечно, меня полностью устраивают. Тут еще есть шторы за 9 евро. Вот такие они полосатые. Очень легкие, такие воздушные. Не знаю. Вот мне они что-то тоже понравились. Теперь я думаю, брать вот эти или вот эти. Витя с Миронечком уже, оказывается, убежали вперед, пока я разглядывала. Иду на кассу. Мы решили здесь и перекусить. Салатики, вроде бы это Цезарь, стоят 5.95. Рыбка. Булочки. Напитки. Какие-то мясные шарики. Рыбка. Мы тут классно устроились в домике, да? С видом. У меня перловка из каржа, какая-то булочка и десерт. Лимонад еще. Здесь так прохладно, классно. Выходим в жалко. Видите, сегодня колоночку за 30 евро на рыночке купил. Даже со светомузыкой. Мне пришла посылка тоже. Сейчас в резерве начались уже летние скидки. Я три вещи себе выбрала. Вот такая рубашка, юбка и платье. Надо померить. Померила юбку. Вроде бы она прикольно даже смотрится. Немножко мятая. Но я ее не возьму, конечно. Потому что она мне здесь все обтянула. Допустим, с футболкой ее уже не оденешь. Только если вот такое что-то широкое, просторное. Странно мерить теплую рубашку в 33 градусную жару. Прям моментально становится жарко. Но я думаю, что на осень я ее возьму. Потому что она такая классная. С Мирончиком мы часто гуляем. Сверху накинула. Она подо все подойдет. И под джинсы, и под штаны какие-то спортивные. Она такая универсальная. Красивая расцветка. Очень мне нравятся карманы. Здесь кармашки. Классная рубашечка. Ее я оставлю. И розовое платье. Хлопчатая бумажная ткань. Она смешанная с ольном. Но как-то в этом году мне вообще не хочется обтягивать себя никак нигде. И хочется прям комфортно себя чувствовать. Но даже в этом платье мне как-то некомфортно. Поэтому, скорее всего, я его тоже отправлю назад. Мирончик уснул. Я могу показать, что мы купили на рыночке. В этот раз я взяла черешню. Она очень вкусная, сладкая. Попробовала и недорогая. 3 евро 90 центов килограмм. Вот эти огурчики тоже очень вкусные. По-моему, они по евро килограмм. Авокадо тоже классный, спелый. В прошлый раз брала. 2 евро 6 штучек. Взяла помидоры. Мы уже свой ящик съели. Маленькие цукини. Вот такие мне понравились. Они очень вкусные. Такие сочные. Упаковочку клубники взяла. Стоило евро 50. И, как я уже говорила, инжир. Он тоже очень вкусный. Я уже один съела. 8 евро за ящик. Взяла оранжевую паприку. Персики. И половина арбуза. И на рыночке взяли травы. Посадим их на наш огород. Марокканская мята. Тимьян. Ананасовая мята. И базилик. Вот такой бордовый. Очень ароматный. Каждый горшочек стоил по 2 евро. Кроме вот этого базилика. Он был за 3 евро. На обед я буду готовить тефтели с белой фасоли. Утром я ее сама отварила. И сейчас пробью погружным блендером. Вот такая масса получается. Теперь отправляю сюда отварной рис. И обжаренный лук с морковкой. Из специй я добавила мускатный орех, сушеный чеснок, соль и перец. На дно формы для запекания можно выложить мякоть спелых томатов. Но я просто нарезала помидоры. Мокрыми руками сформировала тефтельки. И заливаю сливочно-чесночным соусом. Отправляю в духовку на полчаса. Нарезала свежие овощи, листья салата уже с нашего огорода, редиска с нашего огорода. Достала тефтельки, они еще булькают. Соус тоже классный получился. И подавать буду с картошечкой. Бутербродик с авокадо, с редиской. И тефтельки с картошечкой. Время 6 часов вечера. Мы выползли на улицу. Здесь просто вообще такая духота, такая жара. Хорошо, что мы днем все-таки сделали перерыв. Не выходили на улицу. А сейчас мы идем к дедушке на дачу. Он нас позвал. Очень жарко. Мирон взял с собой свои кораблики. Там будет бассейн. И будет их запускать. Мирончик первым делом занырнул. Поливаешь? Да. Мирон, пыть, 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 пыть. Вода теплая, теплая, за весь день нагрелась. Есть звук от птички? Нет. Дай посмотрю, свистит она? Может быть ты ее намочил, из-за этого она не свистит? Вот так дуй прямо. Вот так, смотри. Свистит? Да. Загорая на шизлонге, Мирон открыл по мне огонь со своего пистолета. Мирон, хватит. Свежие ягодки нам на аперитив. Клубничка, смородина и вишня. Что убираешь, Мирон? Такая кисленькая. Кисленькая. Это вкусная. Это я хочу. Где помоешь? Где помоешь? Зарядили самоварчик. Птичка принесла кушать своим птенцам. Витя Мирончику катает. Нравится, Мирон? По кочкам, по кочкам. Окупация будешь, Мирон? Пускай. К вечеру жара, к счастью, начала спадать. Мы классно провели время на свежем воздухе. Мирон накупался в бассейне. Весь дом вышел на улицу, что-то случилось, что-то горит. И все повыскакивали. Здесь и скорая помощь, и пожарные машины. Интересно, что здесь произошло. Перекрыли дорогу. Полиция тут. Короче, соседи вышли. Тоже никто ничего не знает, что почему-то все перекрыли. Ничего толком не выяснили. Все расходятся. Машины тоже разъезжаются. Короче, никто ничего не понял. Натальчик, что ты там смотришь, сынок? Как у собачки в ротике выглядели? Да. Потерялась одна деталька. Потерялась одна деталька там? Да. И какая же деталька потерялась? Большая круглая. Большая круглая? И твердая. И твердая? У нас на завтрак свежие овощи, наши листья, авокадо, редиска, домашний хлебушек на закваске, свежие испекли. То, что вчера у нас оставалась картошка и тефтели из белой фасоли. Мы открыли Нугу. Витин папа нам с Греции привез. Она такая вкусная оказалась, просто нереальная. Вот это карамельная. И здесь еще апельсин, орешек, миндаль, голубика. Прям вкусняшка. И еще нам привезли специи. Тоже классный такой набор. Паприка для салата, для гироса, для картошки, цацики и барбекю. Я уже вышла на улицу. Взяла с собой месок с травами. Хочу высадить на огородик. И я замочила там лук, который нам семена дали. И хочу его тоже посадить. Ну и вообще посмотреть, как там дела на огородике. Мы приехали, и Витя сразу заметил, что убрали сетку. Было везде ограждение. И здесь, и здесь, и там. А теперь нигде нет. Интересно, почему убрали. За домиком лежат эти сетки. Интересно, почему они их сняли? Только сняли сетку, и вот уже заяц обгрыз. Вот тут именно сверху все. В прошлый раз замочила семена лука. Сейчас я его посажу. Огурчики тоже подрастают. Тут еще один огурчик вырос. Посадили лук. Вот здесь видочек. Тут у меня будет грядка с травами. Тут петрушка растет. Базилик высадила. Розмарин. И сейчас остальные травы сюда посажу. Все, теперь у меня здесь грядка с травами. Тут растет тимьян. Тут розмарин. Базилик красный. Базилик зеленый. Мята. И еще одна мята. Потихоньку завязываются помидорчики. Витим, папа дал нам вчера мешок с травой. Я хочу картошку обложить. Здесь травы, в общем, не хватило ровно на три литка. Нет, на четыре. И все. Здесь мы уже сорняками прикрыли. Короче, трава еще нужна. Здесь тоже ничего не хватило. Витя с Мирончиком уехали за травой. А я пришла здесь покачаться на качельке. И палил такой дождь. Просто ужас. И не знаю, куда спрятаться. Витя привез еще травы. Два мешка уже. Мешок туда унес. Я только сейчас увидела, что здесь на обочине есть сено. Может быть, мне его пособирать. Все. Теперь я довольна. Мы прикрыли землю зеленой травой. И даже немножко сено насобирали. Короче, теперь картошка под прикрытием. Витя для горошка сделал сетку. Чтобы по этой сеточке он, когда будет разрастаться, будет ползти. Я взяла сено возле дороги. И сверху еще выложила на эту грядку. У нас уже полвторого. Мы не заметили, как время пролетело. Сейчас пойдем домой. Все, потопали домой. У нас на перекус арбузик, малина и черешня. На обед я буду готовить фрикадельки из белой фасоли. Те, что я вчера готовила. У меня оставался фар с холодильники. Осталось только отправить в духовку. Нарезала свежие овощи к обеду. Достала тевтенки из духовки и отварила рис. Тевтенка с соусом. Взяла бутербродик себе с авокадо. И сверху положила не куриную котлетку. Нифига себе у вас тут вечеринка. Музыка. Мирон в песочнице. У нас еще и зрители есть. Я даже не увидела сначала. Ты хочешь чинить, да, ее? Витя хочет починить песочницу. Крышку вернее от нее. Папа тебе набрал, чтобы ты ручки мыл? Да. Надо было ему, может, в кран его налить. Или так нормально? Пока Витя с Мирончиком на улице, я распаковала еще одну нугу. Миндаль голубика. Один раз кусаешь, и просто потом не можешь остановиться. Но я съем половинку, и половинку им отнесу. Папа, я и матерю. Машину делают? Ура! А смотри, что мама тебе принесла. Вкусняшка, вкусняшка. Что тебе хаус-мастер говорил? Ну, насчет это, раз. Я говорю, я спечись буду, если что. Он имеет в виду где-то в среду он будет косить примерно. А где он будет косить? Тут покошено уже. Ну, он говорит, если вам надо, я там где-нибудь соберу просто и все. Я говорю, он говорит, Зак, я говорю, ну, сколько сможете, столько сделай, дадите, без проблем. Он говорит, я не хочу себе ставить, потому что, ну, он так не сказал, что я не хочу. Он говорит, если я поставлю, то она бродить начинает, а потом в организме у него там в своем гараже это маленькое. Кладовки. Ну и все. Хорошо. Миранчик, что случилось? Беги скорее. Еще один стоит, да, Миран? Что, сынок? А тебе чего надо? Я хочу домой. Золото спрятали, да? Да. А сейчас нам надо крестик нарисовать. Где золото лежит? Да, да. Еще? Тут и наше золото лежит. Да. Да? Да. Все. Миранчик, иди сюда что-то спроши. Тебе нравится с папой играть в пиратов? Да. Интересно? Да. А где ваше золото? Там золото. Там золото наше. На карте написано? Да. Вот мы за дверь зашли. И наш диван, да? Да. И вот крестик, где... Вот крестик у нас на карте. И вот крестик, да? Где золото лежит. И золото скопали. Ура! Покажи, Миран. Ура! Золото нашел. Вы что, опять золото нашли? Да. Покажи карту, Миран. По какой ты карте золото нашел? Папа тебе вот такую карту рисует, да? Неплохо выглядит. Пират. Опять золото искать? Пират, пойдем искать. Пойдем. Ты сможешь по карте найти, Миран? Мы сейчас в туалете находимся. И пойдем. Прямо идем. По карте. Потом направо поворачиваем. Направо. Вокруг пойдем. Вокруг нашего стола. Вот так мы плывем, плывем, да? Вокруг нашего стола. Заходим сюда. Тут плывем, тут плывем, тут плывем. Круг делаем. Поплыли дальше. Поплыли, поплыли. Смотришь на карту, видишь? Мы сейчас в стол обошли. Зашли, кружочек сделали. Выходим. И в спальню надо идти. Пойдем. Пойдем в спальню сходим. В спальню, спальню, спальню. Пойдем дальше идем, дальше идем. И... Вон он, крестерик. Ура! Золото! Где золото? Ищи золото. Золото там должно быть. Ищи, 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 Мирон. Золото, золото ищи. Внутри. Ура! Мирон нашел золото. Дай пять, сынок. Ура! И все. Ну все, сынок, давай. Мирон, какой ты молодец, что ты сам зубки чистишь. Спасибо тебе большое, сынок. Спасибо.